Всем привет! С вами снова уроки по химии. Итак, у нас был предварительно перед этим урок, где мы разбирали, что такое кислоты и какими они бывают. А еще там же я обещал, что я расскажу про теории кислот, потому что их существует достаточно большое количество. Естественно, все я не расскажу, я расскажу их только шесть. Итак, приступим. Для тех, кто только открыл этот урок и вдруг не помнит, что такое кислота, я думаю, под видео останется ссылочка на первый урок, чтобы вы посмотрели и освежили, а потом сразу вернулись сюда. Итак, а для тех, кто уже хоть немножко понимает, приступим. Существует их шесть, как я уже сказал. И первая, это теория Либиха. Она, пожалуй, одна из самых исторически давних, но самая бесполезная с точки зрения описания вообще всего, что происходит. Суть ее заключается в чем? Что кислотой называется вещество, которое, взаимодействуя с металлом, будет приводить к образованию водорода. Вот простой пример. Цинк плюс аш-хлор, получаем цинк-хлор-2 плюс водород. Все, в принципе, тут хорошо и логично. Единственное, я не уравнивал, то есть я этим не занимался. Выделяется водород, но тут же кроется и следующая проблема этой реакции. Вот, к примеру, другого типа реакции. Аммиак плюс натрий, получаем тоже водород. Теория не сходится. Применяется эта теория в очень узком кругу специализированных реакций и больше используется как наглядное пособие и скорее методическая часть. То есть реальности ей никто не пользуется. Вторая теория, это теория электролитической диссоциации Арениуса Оствальда. Обычно сокращается вот такой вот аббревиатурой. Но ее легче узнать по вот этим вот двум признакам. Либо иону водороду, либо иону гидроксония. Чуть позже я объясню, что такое конкретно ион гидроксония. Пока остановимся на том, что конкретно вообще здесь требуется. Кислотой в этой теории называется вещество, которое в растворе способно давать либо ион водорода, либо ион гидроксония. В принципе, ион водорода и ион гидроксония это почти одно и то же. Там есть небольшая разница, но не для этого выпуска, расскажем как-нибудь позже. Вот пример двух реакций. Кислота плюс вода, соответственно, получаем ион гидроксония. Обратите внимание, к воде присоединился этот самый водород, он ушел в раствор и остался анион. Для оснований примерно похожая история, только вместо того, чтобы был ион гидроксония, будет у нас гидроксид ион. Теперь поговорим конкретно, что такое этот самый ион гидроксония, как он образуется и из чего. Образуется он достаточно просто. Напомню, молекула воды, полярная молекула, на концах которой у нас есть делокализованные дипольные заряды. Напомню, это частичные заряды, они неполноценные, то есть там какое-то нецелое число, они дробные, по-разному бывают. На водороде у нас есть плюс, на кислороде есть минус. Плюс кислород обладает неподеленной электронной парой, одной из. Когда приходят в раствор ион водорода, который часто мы называем просто протоном, грубо говоря, это по сути орбиталь, на которую можно засадить два этих самых электрона, которые являются неспаренными. В ходе чего получаем вот такую вот молекулу, где присоединено три водорода, равноудаленные друг от друга. Обращу ваше внимание, что заряд у этой частицы остался таким же, каким и был у иона водорода. То есть с этой точки зрения здесь все точно так же осталось. Следующая теория, это протолитическая теория Брэнстеда Лоури. Пишется, кстати, Лоури, и чаще всего говорится Лоури, но вообще на самом деле исторически правильно Лоури. Так сложилось. Суть ее заключается в том, что она является логическим продолжением электролитической теории, и является ее более полным развитием. В частности, она отвечает на вопрос, а что если, к примеру, кислота, да, есть такое название, а протонные, то есть они не содержат водорода. Что тогда делать? Для этого существует, собственно, вот эта теория. Сейчас разберемся конкретно, что из себя это представляет. Кислота в данном случае является донором протонов. Обратите внимание, что протон я здесь обозначил как H+. Но протоном здесь можно иметь в виду и в прямом смысле слова протон, как из физики. Соответственно, основание, акцептор будет этих самых протонов. Напомню, донор тот, кто дает, а акцептор тот, кто принимает. Рассмотрим два примера. Смотрите, есть, к примеру, такое соединение, как Борфтор-3. Для тех, кто смотрит, наверное, этот выпуск, уже будет не новая информация, что у Бора есть свободная вакантная орбиталь, которая никакими электронами не занята. А, к примеру, у нас есть ион фтора, который имеет избыток этих самых электронов. Так вот, фтор может поместить свои электроны сюда. Давайте теперь разберемся. Смотрите, у нас было вещество, которое выступило акцептором электронов, но в обратную сторону оно, соответственно, будет донором протонов. И, соответственно, здесь мы можем спокойно нарисовать вот эту молекулу. Обратите внимание, что в данном случае всегда есть такое понятие, как сопряженная пара. То есть, было, к примеру, вещество 1 и вещество 2. И, к примеру, первое у нас было кислотой, а второе было основанием. После взаимодействия с друг другом мы получим новую кислоту и новое основание. То есть, это всегда называется сопряженной парой. Это очень важный момент, который говорит о том, что даже при нейтрализации у нас все равно остается в системе вот эти все взаимодействия. Только они уже становятся совершенно другого рода. На другой пример это, к примеру, аммиак, у которого есть неподеленная электронная пара. И водород, у которого есть свободная вакантная орбиталь. Они взаимодействуют друг с другом и образуют ион аммония. Обратите внимание, что в первом случае, что в втором случае остались заряды пришедших ионов предварительно. Где применяется эта теория? Да почти везде. Но, в первую очередь, она востребована больше, конечно же, в органике. Потому что из нее потом вырастает теория кислоты Льюис. Да, она растет как раз на основании этого, это ее скелет-костяк. И она используется для описания многих реакций, в которых не участвуют реальные кислоты, как в обычном смысле мы понимаем это. Следующая теория, это теория сольвосистем. Когда я речь идет про сольвосистемы, начинаются непонятки. Одним словом, в принципе, можно все описать. Автопротолец. В принципе, на этом можно было бы закончить эту теорию, но я поясню, что это значит. Суть ее заключается в том, что катионом называется вещество, которое, сейчас будет новое слово, страшное, ион лиония. А, соответственно, а с неоном будет называться ион лиата. Это такие два основных новых понятия, которые используются в теории сольвосистем для описания того, что происходит в случае автопротолиза. Автопротолиз – это ситуация, когда мы протонируем вещество, точнее, оно само протонируется в своих собственных растворах. Как это теперь понять, что это значит? Это, смотрите, есть у нас некое вещество, да, к примеру, какая-нибудь кислота. Ну, условно, да, HL. L там любой другой элемент. Из двух молекул, одна, получается, диссоциирует на соответствующие ионы, и вторая диссоциирует на соответствующие ионы. Но одна из них по какому-то причине, да, там, ну, они так случайно, по сути, решают, присоединяет в себе водород от первой. И, получается, она нахватывает два водорода и заряжается положительно. А второму остатку, соответственно, ничего не остается. И мы получили катион лиония и, соответственно, ион лиата. Эта штука применяется не только в случае кислот, к примеру, да, для воды. Знакомы нам уже ион гидроксония и гидроксид ион. В случае, к примеру, аммиака, ион аммония, да, и, соответственно, оставшийся ион. В случае, к примеру, плавиковой кислоты, соответственно, такой ион и такой ион. Теория применяется достаточно редко и в очень узком кругу. В школьной программе вообще не встретить. Как правило, это даже в университетах редко встречается. Только если там прям какие-то уже лютые химфаки, где прям требуют знания прям совсем сильные. Но, как факт, ее нужно было упомянуть. И дальше двигаемся. Следующая у нас теория – это теория Льюиса. Как я уже говорил, да, ее корни растут частично из теории Брэнстеда Лоури. И в чем суть ее заключается? Суть в том, что в ней все еще проще. Упростили до, скажем так, более понятной всей истории. И в ней кислотой называется вещество, которое имеет свободную вакантную орбиталь. В принципе, это та же самая история, да, только это вещество, которое способно принять к себе, собственно, эти самые электроны. То есть, в данном случае, оно является донором протонов, проще говоря. Вот, к примеру, у нас есть аммиак, у которого есть электронная пара. Он является донором, в данном случае, электронов. И есть у нас Борфтор-3, который является акцептором электронов. Да, то самое важное не путать, где кто донор протонов, а где кто донор электронов и так далее. Эта электронная пара помещается в эту свободную вакантную орбиталь, и вот у нас возникает связь, да. Но при этом соединение получается все равно заряженным. Хотя здесь азот заряжается положительно, Борфор заряжается отрицательно. Достаточно просто. Другой вариант, к примеру, алюминий хлор-3 в присутствии хлор-минус. Проще говоря, это история, когда у нас имеется соль алюминий хлор-3 в растворе с pH меньше 7. Мы получаем вот такое соединение, алюминий хлор-4. Прошу прощения, забыл 4 дорисовать. Это вещество называется чаще всего кислота альюйца. Применяется очень сильно широко в органике. С тем, кто особенно сейчас щупает и изучает органику, эти кислоты будут даже знакомы. И последняя теория, но, пожалуй, наверное, являющаяся самой логической из всех, и закрепляющая все в себе, учитывающая все и сразу, и в некоторых моментах вводящая некоторый диссонанс когнитивный, это теория Усачева. Появилась она еще лет 70 назад, даже вроде 75. Суть которой заключается в чем? Что она перечеркивает такое понятие, как классы веществ. То есть, такие понятия, как кислота, основание и соли. И она говорит, что вообще любое вещество может быть кислотой, либо основанием, просто в зависимости от того, что с ним есть в растворе. Простой пример. У нас есть вещество СО3 и вода. По теории Усачева, кислотой будет являться вещество, у которого, опять же, есть вакантные орбитали, куда можно поместить все самые электроны. Смотрим. Да, в случае СО3, в принципе, эта история реализуема. Там действительно есть куда заселять все это еще дело. В ходе соединения с водой получим ион гидроксония и А6СО4. Заметьте, вот этот кусочек нам пришел из электролитической теории, теории сопряженных систем, когда у нас была одна кислота, одно основание, а получили, по сути, новую кислоту, новое основание. Но с точки зрения рассмотрения в обратную сторону. Другой пример, более экзотический. Это, к примеру, тетрахлорид олова плюс хлорид калия. Здесь у олова имеется вакантный орбиталь, благодаря которому способен образовывать такие вот комплексные соединения. В данном случае будет образовываться комплексная соль, в данном случае тетрахлорид стоната калия. За счет чего она образуется? Опять же, за счет того, что у олова есть вакантные орбитали. Куда могут помещаться электроны? В данном случае от калии однозначно там ничего не придет, там нету этих электронов нормальных количеств. А вот у хлора они вполне имеются. Ну и на выходе, да, мы, смотрите, мы получили с одной стороны, как бы, была кислота основания и получили одно вещество. Но тут есть сюрприз, сюрприз, это вещество легко диссоцирует в воде с отщеплением только калия. А вот этот остаток, да, то есть внутренняя сфера, она диссоцирует, потому что константа там нестойкости, там достаточно высокая. И вот они, как раз таки, будут образовывать новую сопряженную пару кислота основания. На этом сегодня по теории кислот мы с вами будем заканчивать. Это, в принципе, основные теории кислот, которые вообще существуют и применяются. Если остались вопросы, пиши их в комментариях, я постараюсь ответить. Поставь лайк этому видео, подпишись на наш канал, нажми на колокольчик и не пропускай следующее видео. Ну и с наступающим Новым годом! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова